всем приветик у нас сегодня четверг время 11 час мы уже с лерой занимаемся дробями вот я еще и картошку сразу полю и суп варю и все вместе и все сразу все сейчас буду проверять я вперед ее уже решила будем сверять ответы поехали новый влог посмотрите на ее руку опять сегодня пол утра занималась когтями и говорит у меня ветрянка сердечная на ногах тоже ветрянка сердечная заняться нечем человек так немножко позанималась перерыв лире я пока попалю она по завтракам ночью не завтракала с утра и говорю где ешь не идет съесть захотела так ну вот там я вчера пополола все сейчас вот здесь тоже третья грядка на этот метр я сразу трех виду сразу травы малых сад по 3 полю тут эти жуки атакуют колорадские вон они размножаются сидят и тут картошки то время и ботвы тоже нет они все равно сидят что тут еще интересного помидорки еще дофига один маленький с грядки с грядки вкусней всегда все грязно а тут пруд я уже показывал тут раньше была баня потом эту баню снесли яма встала сделали пруд спрашивали купаемся здесь нет нет не купаемся вода такая стоячая там родников нету пленка внизу пленка вот постеленная и заливая просто заливают ее в том году по моему или позапрошлом я целый год ждала головастики тут плавали когда они вылупятся ну это лягушка такая которая в воде живет и думаю будут много лягушек жить а это оказывается земляная вылуплялись и сбежали еще обзорчик сегодня солнышко скрылось хорошо не так жарко бассейн тут летом стоял бассейн у нас большой лерка купалась потом его уже убрали так конечно хорошо с бассейна дну и не жарко все продолжаем полоть я тут собралась домой картошку ополола участки мы на задах находимся там огород прошли через зада церковь здесь как пошли пакет взял это соседский дом тут никто сейчас не живет видите забор весь на задах сломанный наверное что-то воровать идем к соседям что-то там у него своровать в этом доме никто не живет уже ну старенький дед этот живет друг уже в городе там что воруешь орехи что это орехи а тут тропинка тут наверное прям ходит кто-то цыгане все заросло ну вот давай чё надо то я вообще хотела помыться пока вода горячая есть а то к вечеру а ее уже не бывает воды всю используют на полив сливка маленькая деври знаете как я сюда с ним приперлась крапива господи яблоки я тут еще и снимаю и с тобой разговариваю а тут и по телефону разговариваю и снимаю видите у меня все дело а где яблоки то ты видишь оттуда вижу оттуда не вижу я одну сливу вижу пришли где-то лягушки где-то лягушки я помню мы здесь хорька искали когда он у нас сбежал к соседу ходили хорька искать так и не нашты ой нашел лазильщик давно по деревьям то лазил полез на дерево сейчас все хрукнет тут такое все ветхое уже не знаю пока штуки 3 набрал на дереве ну есть так немного не прямо вступное но есть яблоко иду на туалет это туалет что ли ты иду ладно давай ой елки-палки и куда мне идти я не пойму и куда мне идти я не пойму как я должна собереть в ремальный случай Денис лазит блядь я уже шпагат так хватит тут уже у меня в камере матери на шпагат набрал я вот ну они говорят такие не вкусные это кетчуп что ли варить или что-то делать с ними будут кетчуп кетчуп яблочный я уже помидоры помидоры добавляю так слез даже почти целый бери ну и как мы уйди ты первый сосанин крапиви сарай старый тоже разваливается уже хоть когда-нибудь продали бы ой ай ай у меня крапива жьет ух шума все сходили на дело только не говорите что мы воры все равно б они сгнили эти яблоки сюда никто не ездит да вообще по-моему это дом там дом то уже и нет он сгнивший весь обвалился почти вот или своровали другие намылась хорошо я полола даже мозоль натерла какая-то там трава такая блин я ее еле выдергала тяжело так дергалась прям волдырь тут был проткнулся наверное сейчас я с такой уверенностью была что у нас я взяла пластырь все обыскала нет пластыря голову лечить надо не знаю мазью сейчас намазала сутки уже сидеть с вчерашнего вечера свои ногти делает а потом за 15 минут их снимет что-то что-то какими-то блестками лепить что-то господи как у бабы-яги такие же длинные еще губы силиконовые дадуть ресницы наклеить ага и вообще будешь инстасамка как тебе говорят в тиктоке или где она там у нас уже утро следующего дня я только с кровати встала у меня всю ночь болел палец прям болит посмотрите что у меня у меня вал дырь и там гной ядовитая трава какая-то сколько полола никогда такого не было кошмар короче я сейчас буду все операцию делать взяла ножницы как-то прокалывать его тоже болит обеззаражу сейчас вот духами салфетка и помажу левомиколью кошмар прям дотрагиваться больно все проколола прям сразу все вышло кожа такая толстая еле проткнулась все пальцы конечно болит сейчас буду мазать все операция проведена конечно лучше замотать но все равно когда потом намочишь то руки помыть то и посуду помыть только от этого заматывания у нас уже время полдесятого проснулись кроме леры как обычно сегодня у нас праздник сегодня яблочный спас я даже в честь этого прималивалась как видите намаливалась планов никаких нету вот я вспоминаю яблочный спас в детстве когда был да говорят на яблочный спас нельзя ходить на кладбище даже там за покой в церкви не служат и ничего ну у нас была традиция и не только у нас все деревни ближайшие там три или сколько все ходили на яблочный спас на кладбище мы наряжались одевались приезжали все родственники у нас большая семья там человек двадцать тридцать ну приходили приезжали накрывали большие столы у нас мы сначала шли нарядные красивые на кладбище там служба какая то прямо на кладбище была потом встречались много там знакомых кого давно не видели могли все лето быть в деревне и кого то не видеть там встречались все изо всех деревень знакомые друзья я и это какая то такая атмосфера была праздничная и потом шли домой отмечали этот праздник застолье были ну классно вот прям вот это за лето вот такие воспоминания хорошие сейчас уже такого нету на кладбище ну может кто то и ходит не знаю уже служб там нету вот родственники тоже как бы так уже не приходят не приезжают вот сегодня ну может быть сегодня может быть брат приедет он в принципе он как бы работает дальнобойщиком да и поэтому как бы но в командировках часто бывает а сегодня должен вроде как бы приехать у него отпуск будет двоюродный брат мой вот может быть с ним встретимся отметим праздник посмотрим еще ничего не загадывала ничего может быть сестра с работы придется они у нас пятница да завтра выходной придется работа вечером может быть с ней посидим а может вообще никто ничего не захочет и как бы праздник не почувствуем ну надеюсь все таки будет сегодня праздничная атмосфера я прям хочу а то я что то приехала в отпуск сижу целыми днями дома а еще хотела сказать про нашу погоду короче сегодня у нас что то прохладненько сегодня полдесятого уже жарище а сегодня прям мы замерзли ну сейчас вроде солнышко начинает выходить может немножко разгуляется день как бы до двадцати пяти вроде обещали двадцати четырех где-то так но с воскресенья сегодня пятница с воскресенья опять жарище до тридцати градусов да я еще хотела сказать про то что у меня вчера все названивают это у вас как в москве чего задымление я говорю я не знаю я в деревне но я по новостям смотрю да задымление москва в дыму потому что в рязанской области где мы находимся как раз горят леса там торфянники и все идет короче ветер все идет туда на москву а на нас не идет главное мы в рязанской области на нас не идет у нас нет тут задымлений вчера немножко что-то горю так попахивало вечером и все а в москва говорят вся в дыму вот сейчас не знаю как там вчера была вот так что надеюсь все не разгуляется не но с одной стороны но она не ходится жары прям сильный такой так вот тепленько чтоб тепло было дед новой порожки вчера сделал порожек верни такой площадочек прихожую новую крышу сделали все мы идем там брат приехал короче идем в гости если что будет интересно может быть с него пришли к брату к деду не знаю анатолий моется что ли в бане что-то мы его найти не можем гараж открыт все открыто он приехал вот машина его все дед зашли спит вот так что ждем но если гараж открыт значит брат дома это его любимое место он готов тут жить в гараже трактор его у него тут все аккуратненько все убрано чистота порядок любитель техники с детства с младенчества наверное вон брат возит какие-то столбы для магазина там чтоб машины не ездили это тоже наших родственников магазинчиков попросили сколько жуков разбежались сейчас мы поедем на кладбище съездим со всеми родственниками ну не со всеми конечно кто не работает кто здесь остался а потом будем отмечать я уже смысл на этом я видео наверное закончу потому что ну не люблю тут снимать наши гулянки и пьянки как говорится наши родственники тоже не любят сниматься так что всем счастливо пока 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 не